Всем доброе утро! Снова мы с вами! Сейчас приехала домой уже со школы, померила сахар. Заехала еще Вове у врача, там нужно было назначенное время перенести, потому что у него совпадало зубной с кожным. Ему нужно к кожному врачу, у него там что-то с ногтем, короче, посмотрите. Попросила Вову зажечь свечку, сидит перед ней холопает. Такого еще у нас нет. У нас есть свечка, кстати, которая дуть, и она загорается. На батарее, когда она что-то там поможет. Покажи на меня! Вон Вова. Алло! Попросила зажечь ребенка свечку, да? Вот, мы сейчас... Вова уже сходил к врачу, ему нужно... Там же все разговаривали, лучше меня снимай. Господи! Мне же нужно поговорить с утра. Ой, спасибо, мне тоже надо чуть-чуть это... Оф-мэд замкать. А, ему нужно внимание, короче. Мне мама не дает, папа не дает. Вы ему верите, что ему внимание не дает? Все, все, все. Я тебе тихо. Вот. Короче, Вова сходил сейчас к врачу. У него был назначен термин ортопеда, чтобы посмотреть ногу еще раз. Пришел он туда, пошел пешком, машину оставил возле дома, чтобы прогуляться, короче, немножко взбодриться. Скажи уже часто, потому что он жирный. Но как нежирный он поправился, да, чтобы взбодриться. Ему врач, который легкий проверял, говорил, что ему больше движения надо. Сегодня на улице у нас дождя нет, как бы сухо, но пасмурно. Поэтому... У меня, кстати, левый глаз дергается. Вы сейчас будете смеяться, на чем моя рука стоит. Не штатив. Мне неохота доставать просто штатив, хотела быстро сказать. И, короче, руку поставила вот сюда вот, на банку с вареньем. У меня локоть стоит, и так мне удобно, что руку не на весу. О чем я? А, ну пошел он, короче, к ортопеду сходил. Это, в принципе, недалеко, там, ну, километра полтора, наверное, от нас. Один километр. Один километр? Ну, на метрах. А, один километр. Вова поправляет. Вот. Я поехала как раз сахар мерить, может, или в школу, а Вова пошел к ортопеду. Пришел и говорит, врач заболел. Вот тоже они интересные, могли бы позвонить, да? Да, это они как-нибудь всем пациентам, они пускай бегают, знаешь, что... Короче, все пациенты говорят, пускай бегают сами. Потому что кровь-то я... Вот, Вова, короче, ну, пришел домой опять, да, и тут я подъехала. И решили попить чай. Я себе в тостернице поджарила хлебушек уже старенький, серый. И я его поджарила, и он такой вот, видите, короче, такой сухарик получился. Налила себе кружку черного чая, молочка, просто, короче, с маслом и вот с таким вареньем. Как он называется, скажите мне, я вам скажу, это по-немецки штахельбер. Кружевник, вот, кружевник, с кружевником варенье. Очень вкусное. Сейчас съем два кусочка, потому что потом, не знаю, получится, нет, после школы я Марселя заберу, и мы с вами будем хотя бы одну полочку разобрать надо, да? Нам расхламиться, иначе у меня... Я специально в полочке не убираюсь уже, вот третий день, вот как купила, как там достают, кидают, я так все вставляю, хочу с вами показать, как это до этого было и после. Также и холодильник. Холодильник у меня чистый, мне нужно будет просто сложить все в холодильнике, потому что закупку сделала, все закинула, лежит, дети достали, вытащили, положили не на то место. Ну так и есть. Да не варите, у тебя там все... Все чисто, Вова считает. Ну чисто, да, но как беспорядок, знаете, такой беспорядок в холодильнике. Вова говорит, что нет. Бомба посмотрела у других и посмотрела у нас, да? Я понимаю, что может быть у кого-то там вообще бомба взорвалась, но у нас тоже там непорядок. У нас внизу бомба. Внизу где? Где пельмени лежат? В морозилке? Да, там бомба. А там уж показывает, е-мое. Я покажу вам сегодня морозилку, да, пельмени, пельмени там уже нет, не пахнет. Не, не, не. И покажу вам верх холодильника, короче. А сейчас что подключилось, блин, вообще не о том говорю. Как всегда. Да, Вова меня сбивает. Сейчас покажу, что Вова делает, переключу камеру и покажу свои ногти. Я вчера ездила поздно вечером на маникюр и посмотрите мой яркий маникюр. Вот, переключаюсь. А Вова сидит, короче, рисует, учится рисовать. Взбрилло ему, короче, учится рисовать. Ну, как, любительское. Хочет научиться рисовать сгиб ног, рук там, короче, вот сейчас сидит, пахтит. Сейчас только я, конечно, не нарисовал. Вчера, да, я ему скидывала свой маникюр по WhatsApp, а он мне скидывал, какие он картинки нарисовал. Ну, красивые, да. А где они, здесь у тебя? Не. Ну, потом покажем. Здесь же на фотку сделано, может быть, это эмблин. А, ну, тогда я сейчас вот вставлю вам то, что Вова мне показывала рисунки. Вот, сейчас. Ой, ой. Так, а еще что хотела показать. Достижение года, ребята, я одела валенки. Уху. Мамонт. Да, мамонтовские валенки. Они очень удобные, очень легкие, но громоздкие. Что? Ты хочешь показать внутри как? А, поправить. Поправить, поправить. Аж бесит. А я хотела показать. Ой, блин. Вот, видите? Прям мех такой вообще обалденный. Вот, да? Мне нравятся. Они очень такие вот прям мягкие, легкие. И, короче, долго я в них не решалась одеться. Ну, как бы мне они казались вот тут вот такие громоздкие. Вчера все-таки те тапочки я еще не выкинула, но убрала. Вот. И думаю, нет, залезу. Вчера, короче, я походила. То есть, ну, с обеда было тяжеловато на свои ноги смотреть такие массивные. Но к вечеру уже привыкла. То есть, сейчас уже привыкла. Другие тапочки буду сейчас выкидывать. Сегодня выкинем вместе с вами. Вот. Так что очень практично. Просто ты как в толстых носках, знаете? Подошва здесь тоже такая. Так, теперь показываю маникюр. Ну-ка, все раздвигаем. Вот. Правда, руки красные, я только с улицы. Поэтому не обращайте внимания. Зимой постоянно. И руки я утром кремом намазала. Но, вот, вот так лучше будет. Да. Руки кремом намазала. Ну, так уже несколько раз руки мыла, бегала уже. Дома прибиралась, кровати застилала. Короче, и сейчас на улицу, когда выскочила, прибежала, они опять красные. Сами руки красные и ногти красные. Ногти, ну, как цвет красный, но больше, я скажу, может, как-то морковно, яркий что-то, да? Ну, короче. Вот так. Мне захотелось, ребят, цвета в этой сироте. Бесит меня уже все. Хочу весны, хочу цвета, хочу красок, хочу чаю. Все. Да? Увидимся с вами тогда после школы. У тебя уже чай, у меня кофе, пожалуйста, и рука красная. И рука красная. Самое главное, глаза не повылазили. У меня полгода. Ну, все, ребят, да попозже с вами встретимся. Да попозже. Попозже. Так, ребят, добрались мы с вами до вот этой полки злосчастной. Как она меня уже бесит. Сколько бы я здесь не прибиралась, и все, нету конца и края. Сейчас мы это все вытащим. Дети все таскают, вытаскивают, и потом все бросают сюда. Так что... Вот. Все, Валя, запасливая. Все по два. Тоже такая вот баночка, да, красивая, пустая. Жалко мне ее выкинуть. Вот не знаю, куда ее приспособить, пока ведь поэтому лежит здесь. И так же вот такие две баночки у меня из-под печенья, да. Тоже собираю для чего, тоже не знаю. Короче, я плюшкина. Все собираю. Здесь, в принципе, как вы видите, сильно бардаката и нету, да. Эта вот бумажка. Ну, я, ребят, вас так установила. Привет. Чтобы, короче, вам видно было. Такую небольшую уборку в этой... В этом отделе сделаю, потому что, ну, это кошмар. Я тут могу убираться, знаете, два раз найден. Все равно ничего не принесет. Все равно дети ходят и собирают все. Так, вот это вот дело я не смогу собрать сильно руками. Поэтому в бой пойдет такой маленький пылесосик. В углах крошечки некоторые. Вот. Ну и давайте. Я не знаю, здесь когда-нибудь вообще будет идеальный порядок. Наверное, никогда. Ну, в принципе, как во всей кухне, да. Идеального порядка не бывает. Ну, ну, здесь так сильно не было, но все было разбросано, все раскидано. Пока. Куда она, не знаю ее. Вот тоже, допустим, брала по акции две упаковки Рафаэла. Плюс 30% была скидка, ой, это, 30 грамм больше с пачки. И акция была хорошая. Какого-то рожна две баночки таких открытых баночки, картоночки. Пересыпаем. Это выбрасываем. И доставляем. Так, дальше у нас вот такие печеньки. Я хотела тортик сделать, все руки не добрались. Короче, получается, пока лежит так. Дальше у меня это алюфолия. Я собралась сделать сало в скором времени. Вот мне оно понадобится. Покажу вам. Это пленочка, пищевая пленка. Тоже новая упаковка, тоже у меня здесь. Это для противней бумага. Для выпечки, да, 30. Тоже 30 штук здесь уже разрезанных. Тоже длина не брала. Это целая, а вот это вот начатое. Знаете, когда в самый нужный момент, они у меня заканчиваются. Поэтому у меня здесь лежат. Также у меня здесь хранятся пакетики для завтраков. Ну, или вот что-то упаковать, такой маленький, небольшие. Вот. Их тоже сюда. Вот такое мы не покупали. Это нам подарили. Приезжали просто гости. И вот такой привлекли. Кружные палочки, а дети мои их не едят. Вот. Дальше. Вот такие вот у нас сладости к чаю. Это в виде рулета сделано. Тоже была, ты их покупала. Так, с ними надо пить чай. До марта. В первую очередь. Такие два штук. Так, как бы это лучше вот так, наверное, сделать. Дальше, что у нас тут в баночке. Видите, сладости. Тут их надо сортировать, наверное. Сейчас покажу. Конфетки перебираем. Эти конфетки, знаете, еще откуда остались? Это когда с Хэллоуина. Марсель ходил. И вот такие конфетки остались. Не все, правда, но большинство. Снеговичок еще. Видите, у нас сладости не очень такие идут. Только так редко с одной конфеткой к чаю, да? Вот такая вот еще осталась вафелька. Так, такие никто не будет. Вот эти вот постоянно надарили тоже, когда на Хэллоуин дарили в аптеки, постоянно их кидают. У нас их никто не ест. Так что... Что это у нас? Конфетка мамбоу. Так, сюда. Вот так. Следующая у нас вот такая упаковка. Я уже вам рассказывала, да? Это конфетки ириски, такие мягкие, с ириски, как похожи на ириски. Марселю его покупают. Медленное поднятие сахара. Для медленного поднятия сахара у него ровно одна хлебная единица в конфете. Посыпаем сюда. Это выкину. Крышкой закрываем. Здесь у нас сухарики. Совсем чуть-чуть сухарика попалась. Сегодня их надо кушать. Они сыпятся так, кошмар! Вот такие хлебцы сухие. Они с семечками. И поэтому я их вот в такой пакете положила, чтобы они не рассыпались. Так, вот это мы уже выкидывала. Что у нас? Вот такие вазочки. Пару конфеток осталось. Вазочку можно тоже протереть. Вот. Две шкалатки. Хотя можно и эту сюда высыпать, да? Правда же, скажите? Вот такие сухарики я в русском набрала. Может просто погрызть. Ну и на салат. Кстати, салат я еще не делала. Вот. А их, кстати, можно точно уложить вот сюда. Вот так. Так, здесь у нас... Боже! Здесь то же самое, что и здесь было. Тут тоже подлежит сортировке. Но сейчас мы его сделаем, да? ММДМки такие остались. Все чуть-чуть. Я их тоже брошу сюда. Дети доедят. Вовин изюм. Он его кушает. Добавляет себе каши. И вот такие тоже были, по-моему, где-то в Кулька. Новый год. Вот всякие резиновые мишки и ягодки. Вот такое тоже оставим здесь. Так. Теперь с вами займемся еще другой баночкой. Я бы их называть баночками, да? Дети съели, бумажку оставили. Это уже мусор. Теперь высыпаем это дело. И смотрим, что точно будет естся. Естся. Что точно будет кушаться. Железячку мы протерли и поехали. Марфин сказал, что то, что с Хэллоуина все глаза какие-то, все мы ничего это кушать не будем, я сказала. Так. Все кексики Хэллоуин, кексики-кексики срок годности. Мне важно срок годности. Я, знаете, доставлю, наверное, я скушаю. Детям не дам. Вот это все какой-то год. Короче, это все выкидывается. Оставим вот такую. Так. Вот такую. Вот такую. Это. Это. Ну, так ладно. Что-то Хэллоуин, в принципе, и оставим. Наверное, оставим. Может еще съесться, да? Фруктовая конфетка. Смотрите, даже бумажка здесь лежит, да? Кошмар. Мы за сранку. Вот такой еще оставлю полежать, если нет, то выброшу. Вот эти конфетки вкусные. Так. Это Мауам. Вкусная. Хариба. Вот такое моей точно есть не будут. Выбрасываем. Вот шоколадка. Не знаю, какая же одна есть. Ну, оставлю, ладно. Так. А дальше это все. Вот эти еще оставлю. Нет, это уже все. А вот это вот все. Выбрасывается. Эту я оставлю сама. Все. Эти конфетки уже сто лет недавности. А эта вот такая пахнет лакриция. Не знаю, как это по-русски будет. Вот такая она. Это тоже было на Хэллоуин Марсель нас собирал. Это мы не покупали вот эти конфеты. Так. Ну, вот, в принципе, и все. Вот так вот у нас осталось. Пока месить эту баночку я тоже оставлю, да. И сейчас вам покажу, как у нас это все теперь выглядит. Выглядит в полочке. Вот. Все крошечки выметены. Все рассортировано. Все нормально, да. Здесь вот получается. Заначки моих кириешек или сухариков. Вот. Железные баночки. Надеюсь, что вот это скушается сегодня хлебцы. И будет полный порядок. Теперь нам предстоит с вами вот это вот. Но я думаю, это я оставлю на следующее видео. Потому что мне нужно время. И сейчас я буду заниматься тушением капусты. Видите, ждет. Это я оставлю на попозже. Но здесь очень много можно интересненького найти. Наподобие вот таких штучек. Это все для кухни, да. Так что оставайтесь с нами, ребят. Увидите очень много интересного в моих закромах. Друзья, а на этом тогда мы будем с вами прощаться. До следующих влогов. До следующих встреч. Всем желаю хорошего времени суток. И пока-пока.